Реабилитационный центр для орангутанов в индонезийском городе Китапанк на острове Калимантан. Каждое утро этих малышей начинается с того, что их везут на урок – урок по выживанию в джунглях. Здесь они учатся искать пищу и обустраиваться на деревьях. Проектом руководит организация «Международное спасение животных». Мы стараемся воспроизвести то, что орангутаны будут делать в дикой природе, чтобы они научились этому в процессе реабилитации. Как только они будут готовы и получат навыки выживания, мы выпустим их на волю. В прошлом году в ходе масштабных лесных пожаров в Индонезии в безопасное место были эвакуированы десятки приматов. Сейчас в этом приюте 102 обезьяны. Школу посещают не все. Некоторые так сильно пострадали, что уже не смогут выжить самостоятельно и навсегда останутся на попечении человека. В целом период реабилитации орангутанов занимает 7-8 лет. В дикой природе эти человекообразные обезьяны живут около 30 лет. В настоящее время насчитывается от 45 тысяч до 69 тысяч калимантанских орангутанов и около 7,5 более редких суматранских. Им угрожают браконьерство и уничтожение среды обитания. «Самая большая сложность – остановить исчезновение лесов. В прошлом году здесь полыхали ужасные пожары. Очень часто их зачинщиками были люди. Деревья поджигают, чтобы очистить территории под сельскохозяйственные поля. И пока мы не поймём, насколько важно прекратить это, мы вряд ли что-то сможем сделать. И, может быть, уже не сможем спасти этот вид животных». В Индонезии находится третьей по площади в мире массивы тропических лесов. Эксперты считают, что властям страны нужно прилагать больше усилий для долгосрочного решения проблемы ежегодных лесных пожаров. По данным Всемирного фонда дикой природы, в ходе пожаров в 1997 году, которые длились полгода, погибло до 8 тысяч орангутанов.